Короткая, колючая иголка. У пихты она средней длины и полностью мягкая. Пихта, ель или сосна – вот он самый главный вопрос предновогодних дней. Хочется, чтобы оно пахло, хочется, чтобы оно не осыпалось, потому что, ну, очень не люблю ходить по колючкам. Ёлочные базары появляются по всему городу. Московский тракт, сквер Комсомольский, пруд Южный – это далеко не весь список. К концу декабря таких точек будет больше 20. На руках у продавцов должен быть порубочный билет и справки, откуда привезли деревья. В основном это Пермский край и наша область. В Перми или Костромы привезти – сильной разницы не будет. Больше влияет на то, как ее выращивали, при каких температурах ее рубили, заготавливали. И самое еще основное – при каких температурах ее перевозили. Если древесина ствола, либо хвоя имеет ржеватый какой-то оттенок, либо прям целые ветки ржеватые, то от покупки такой еле лучше отказаться. А вот цены на деревья разные. Так, за метр сосны придется заплатить в среднем 500 рублей, за ель – 600. Ну и самая дорогая – пихта – 2500 за метр. По словам продавцов, в прошлом году деревья были дешевле. Ребят, всем привет! К нам наконец-то приехали елочки. Елочки очень классные, зеленые, пышные. Зеленую и пышную елку сегодня можно выбрать и не выходя из дома, онлайн. Намного удобнее, что пообщались с людьми в чате, показали елочку, все понравилось, устроило, привезли. Это живое растение, красивое растение. Посмотрите, какая глубизна у этих елочек, даже не хочется весить сюда игрушки. Для тех, кто переживает за природу, есть альтернатива – живое дерево, но в горшке. Это мировой тренд, который прижился в Тюмени. Радовать такие елки будут дольше, но и стоят они дороже – от 3,5 до 7 тысяч рублей. Есть варианты и дешевле. Есть надежда, что она выживет. Я, по крайней мере, с этой мыслью ее покупаю, что потом я ее на своем участке высажу. По словам самих горожан, не так уж и важно, каким будет дерево в горшке, искусственным мыли живым. Главная атмосфера самого праздника. Но с выбором все же лучше поторопиться. Юлия Левачева, Евгений Доценко, Владимир Кондратьев, Эвшат Керимов, Тюменская служба новостей.